Приветствую вас и я прочитал ваш вопрос. Хотелось бы разобрать его максимально полно, потому что понятно, что есть проблемы у ваших девушек, а вы не до конца их понимаете. Из вашего текста получается так, что вы согнулись с проблемой лишнего веса у девушки три года назад. Их три года назад у девушки что-то начало происходить, что мешает ей, что заставляет ее пошеть, заедать какие-то проблемы сладким. На это же указывает и наличие чтения психологической литературы, потому что люди не о хорошей жизни читают психологию. То, что она сладким доедает какую-то некоторую пустоту в своей душе, и то, что в психологии она пытается найти ответы на свои вопросы, я надеюсь, совершенно очевидно. Другое дело, что в психологии своих ответов на вопросы она не найдет, в психологии она не увидит того, что ей поможет, к сожалению. В психологии она не причит свои противоречия. А сладкое – это всего лишь такой, знаете, наркотик, который однажды оказав помощь, больше уже без него человек справиться не может без сладкого. И тогда давайте мы с вами подумаем так. Что произошло три года назад? Что случилось в это время? Какие моменты, какие негативные обстоятельства, какие ситуации произошли, что ваша девушка начала так себя вести? Попробуйте вспомнить, и, может быть, тогда вам станут более ясны причины такого ее поведения. Вы здесь очень мало раскрывается характер ваших отношений, кроме, конечно, тех моментов, которые связаны с личным весом девушки. Но даже из того, что вы написали, можно сделать вывод, что, по всей видимости, у вас есть определенные требования к девушке. И она раньше этим требованиям отличала, а теперь вот перестала. И, как правило, люди начинают вести, люди начинают дискутировать зависимость от еды и тогда, когда внешняя жизнь отмечается пустотой и невозможностью себя реализовать и что-то сделать. Отсутствие стимул у девушки обозначается причиной такой, что ей просто не для чего это делать. У нее есть все. У нее есть вы, у нее есть дом, у нее есть работа, у нее есть ваш заход. Ей не нужно ничего делать. Возможно, девушка считает, что всего добилась, и этого ей все равно мало. Когда она говорит, что вы ее оскорбляете тем, что ставите условия относительно ее внешнего вида, это, к сожалению, правда. Девушка обижается, что вы не принимаете ее такой, какая она есть. И это еще больше заставляет ее погружаться в пустоту пищевой зависимости и нежелание что-либо делать для того, чтобы ситуацию расстрелять. А зачем? Смотрите, если она похудеет, вы будете вновь ее любить. Но получается так, по ее мнению, вы будете вновь ее любить. Но получается так, что если вы любите ее худой, то не любите никакого другое. А это получается, что вы не любите ее любовь. Для девушки это достаточно серьезный негативный момент. И до тех пор, пока вы будете ее откровенно принуждать к тому, чтобы она худела, можно с уверенностью говорить о том, что не получится у вас никак ее заставить. Ну, нельзя заставить человека что-то делать против его воли. А вот понять причины и противоречия человека, которые толкают его на такое поведение, вполне можно. И для этого я и предложил вам проанализировать то, что было три года назад. Поверьте, очень важно, чтобы вы вспомнили, какие поворотные моменты, какие впечатления были у вас тогда. И именно это и является символом для нынешнего поведения вашей девушки. Видите ли, вам сейчас нужно, чтобы ей помочь, оставить ее в покое. Не трогать, не ставить условий. Но и не делать ничего особенного для нее. То есть, вы для нее осуществляете прямую причину-следственную связь. Я что-то сделаю для тебя, если ты сделаешь что-то для меня. Это неправильно. В отношениях условий нет, но есть желание что-то делать для вас, для вас обоих, для пары, для дома и так далее. И вам в этой ситуации нужно поступать достаточно тонко. Вот она что-то не хочет делать. Хорошо. Оставьте ее. Она знает, что вы все равно будете с ней, что вы все равно будете ее добиваться, что вы все равно будете от нее что-то требовать. И, возможно, это создает у нее ощущение, что все хорошо. Дайте ей немножечко возможности, возможности самой решать, как поступать. Оставьте ее в таком случае, сделай, что хочешь, но мне, например, неприятно, что у тебя личный вес и так далее. Я тебе это сказал. Мне неприятно. И все. Поколите ей своим отношениям. Вот вы говорите, например, что в сексе вы стали меньше, чем ее хотели. Естественно, вы стали меньше, чем ее хотели. Но вы все равно с ней, вы все равно, там, начнете с ней, как с ребенком, как я понял. Это неправильно. Она в другой человек. Она пришла к этому поведению, она пришла к этому решению. Дайте ей подсчутку, всю ответственность этого решения. Вам совершенно не нужно переступать через себя и быть с человеком, с которым вам неприятно. Ей, поверьте, тоже неприятно, потому что для девушек внешний вид – это очень важный момент. Но то, что она много ест, то, что у нее очень много личного веса, то, что она считает психологию, и то, что она тайком от вас ест вкладке, говорит о том, что она какие-то вещи, вот то, что она делает, она это делает не для себя. Она не чувствует, что она живет, она не чувствует, что она выполняет свои желания, она не чувствует, что именно по ее воле что-то происходит. То есть, вам нужно гармонизировать отношения. Дальше. В следующий важный момент, который вам нужно для себя уяснить. Как мужчина, вы являетесь опорой для девушки. Как мужчина, вы являетесь гарантом для нее надежности, стабильности и так далее. И вам нужно говорить ей не о том, что у нее лишний вес, и чтобы она этот лишний вес сбрасывала. Вам нужно говорить о том, что вы видите, что она грустит, что вы видите, что ее что-то беспокоит, что вы видите, что она пытается найти каких-то вопросов, что у нее какие-то переживания. Пусть она с вами поговорит, что у нее гложет постоянно, на глубинном уровне. Лишний вес – это лишь вершина Альберга. На деле проблема внутри. Проблема татами неудовлетворенных, проблема невозможности реализации, проблема недостижения того, что она хочет и так далее. До тех пор, пока вы предиграете условия, заставляете ее, но не прислушивайтесь, не прислушивайтесь к ней, не знаете понять ее, и главное, не знаете причин, по которым некогда роскошная женщина стала достаточно некрасивой, достаточно много у нее появилось личного веса. Пока мы, не зная этих причин, нельзя говорить о том, что ей можно как-то помочь. То есть еще раз. Человек зависит от болезни. В принципе, болезнь. Ну, изначально, конечно, нет, но можно перерасти в заболевание. Как мы говорим, что девочке нет подруг, и она никуда не выходит. Может быть, имеет место социопатия, может быть, имеет место, там, знаете как, страх людей, может быть, что-то еще. Мы этого не знаем по данным моментам. Но мы можем однозначно сказать, что сейчас, в данный момент, вы вредите. Вы вредите своей девушке тем, что давите на нее. Сдавить не нужно. Человеку нужно принять и понять, почему она так поступает. А ведь потерять свою внешнюю красоту, а девушка знает, что она стала некрасивой, для женщины еще большая потеря. Попробуйте это для себя представить. Для женщины это еще большая потеря, чем для вас. Потому что для женщины внешний вид, это часть ее, и он для нее очень важен. И раз она им подвергнула, значит, в ней что-то происходит серьезное. А вы своим требованиям, своим отношениям, говорите ей о том, что вот станет такой, как раньше, и я буду тебя вновь любить. Я понимаю, что вы ее любите. Я понимаю, что вы хотите быть в этой части. Но и вы постарайтесь понять, что для нее это не выглядит так. Для нее не выглядят ваши отношения, ваши требования, ваши поступки, как запись в наш формизал и так далее, не выглядят как проявление любви. Почему? Потому что, потому что девушка, если бы хотела сама заниматься, да, сама худеть, она бы и записалась бы в переносленный зал сама, и сладко-представать, но нужен стимул. А стимул нет, потому что она не чувствует вашей поддержки. А ваша поддержка, она исчезла, скорее всего, в какое-то время назад. И если честно, я думаю, что проблема кроется именно вот тогда. Тогда, три года спустя начало ваших отношений, тогда начались какие-то проблемы, которые и привели к тому, что сейчас происходит. Значит, еще раз суммирую все, что мы сказали. Постарайтесь отойти от внешнего регулирования своей женщины. Постарайтесь отойти от внешнего предметного управления своей девушкой. Это ничему хорошему не приведет. Перейдите на более глубинный эмоциональный уровень. Постарайтесь понять, что ваша девочка беспокоит. Для этого нужно понять ее такое, какая она есть. На данный момент расслабить ее, чтобы она перестала ждать от постоянных угроз и упреков. И постепенно, постепенно начала бы с вами делиться тем, что ее беспокоит. Следующий важный момент. Вспомните сами, параллельно, параллельно, да, что было года назад. И когда у вас изменится отношение, чуть-чуть, постарайтесь предложить свою версию того, что девочку беспокоит. Очень, знаете ли, поможет вам такой подход. Далее, для себя. А если вы тяготитесь с тем, что вам, например, не придется, да, доставлять свою девочку худеть, не придется как-то ей управлять. Если вы тяготитесь с этим, то вам лучше всего будет представить для себя. Просто представьте для себя, что вы в любой момент, в принципе, можете уйти. Абсолютно в любой момент, в любой момент вы можете уйти и сказать, «Ты знаешь, я тебя больше не люблю, я не хочу это обойду». Понимаете, разручить отношения очень легко. А вот сохранить их очень сложно. Поэтому не торопитесь, что это разрушка. Но чтобы ей помочь, нужно доверие. Чтобы ей помочь, нужно, чтобы человек сам обрисовал свою проблему. А для того, чтобы человек обрисовал свою проблему, нужны условия. Своим таким поведением вы ее к этим условиям не подведете. Я понимаю вас, что вы видите четкую связь связь между тренировками и сбросами листового веса. Но вы мыслите логикой формальной. Девушки такой логикой не мыслят. У них своя логика, другая логика эмоциональная. И из-за этого она скорее чувствует ваш настрой. Скорее чувствует эмоциональное наполнение ваших отношений. И если ей оно не нравится, то она на никакие доводы и логики реагировать не будет. Это вам нужно четко для себя уяснить. Напоследок мне хочется вам сказать так. Ну вот вы пишете, что у нее нет хобби. Вы пишете, что у нее нет подруг, и она не выходит в дом. Но вместе с тем вы пишете, что у нее роскошное тело было. И я так понимаю, что подобный образ жизни она начала идти раньше. То есть не только сейчас, а какое-то время назад. И вот эти моменты, как-как девушка, красивая девушка, перестала уходить из дома, перестала общаться с подругами, не имеет хобби. Как это все случилось? Это нужно разбирать. И вы знаете, вот если будут выявлены действительно какие-то конфликты неразрешенные, неудовлетворенность, страхи, комплексы, непонимание чего-то, неосознанность, то это можно решить через вас. То есть, понятно, что девушка читает психологию, но к самим психологам не обращаются. Вы объясните такую простую вещь, что психология – это наука. Науку изучают, но психологию не изучают для того, чтобы решить свои проблемы. Психология, как наука, проблемы людей не решит, вот именно в качестве самоучителя, да, в форме самоучителя. Психология еще больше, еще больше эти проблемы усугубит. Потому что человек сам себе помочь, как-то видимо, не может. Я, как я могу вам привести пример, когда мой знакомый по окончанию психологического факультета сказал мне, что учился для решения своих проблем, но не только не решил своих проблем, а я еще больше напутался. Так что не нужно вашей девушке ни в коем случае читать психологию. А чтобы она не читала психологию, вам нужно для этого создать необходимые условия. И тогда постепенно, своими силами, с нашей помощью, может быть, с нашей помощью, нам удастся вам помочь, вам обоим помочь, что-то подкорректировать в вас по отношению к девушке, что-то подкорректировать в ней по отношению к вам, ну и так далее. В зависимости, конечно, от вашего желания. Пока что, предоточьтесь на единение своего поведения, на переориентации его, на понимающие и принимающие, и параллельно давайте подумаем о том, что произошло 3 года назад. Эти два момента помогут нам решить вашу проблему, и помогут девушке преодолеть ее кризис. Определенность, она находится в таком-то, как видите, кризисе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. У нас тут гроза, прошу прощения Сагру. Если мне какие-то вопросы остались, я прощайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!